В Казахстан придут иранские инвестиции. Здравствуйте, в эфире телеканала 24КЗ новости компании. И еще о том, что вы увидите в программе сегодня. Национальная палата предпринимателей Атамикен разработала карту развития регионов. Египет может присоединиться к зоне свободной торговли с ЕАЭС. Иранские бизнесмены будут вкладываться в совместные с Казахстаном проекты. Обе стороны рассмотрят и отберут перспективные инвестиционные проекты для реализации в обоих государствах. К слову, в начале следующего года отечественные геологи уже запланировали выезд в Иран для исследования местных возможностей. Решение было принято в ходе встречи представителей Министерства по инвестициям и развитию Казахстана и Организации развития и модернизации рудников и горной промышленности Ирана. Казахстанская сторона на этой встрече презентовала нововведения в законодательство нашей страны в сфере недропользования. А также представила перспективные проекты для реализации. Иранцы, в свою очередь, выразили готовность вложить деньги в разведку полиметаллов, меди и железа. Также иранские бизнесмены заинтересовались новыми аэро- и наземными технологиями казахстанской компании Казгеология. Тем временем, по оценке Министерства иностранных дел Казахстана, Иран — одна из стран, куда может быть экспортирована стальная продукция. Кроме того, сферами для инвестиционного сотрудничества могут стать строительство железных дорог, налаживание судоходного сообщения между странами, а также участие иранских бизнесменов в сельскохозяйственных проектах Казахстана. С иранской же стороны наша страна рассматривается как перспективный партнер в инвестировании развития воздушного транспорта в Иране и также в сельском хозяйстве. В Национальной палате предпринимателей к 10 декабря собираются презентовать карту развития регионов. Документ представляет собой анализ текущей ситуации по четырем основным направлениям развития бизнеса в регионах и предлагает пути для лучшего развития инвестклимата в разбивке по каждой области. Мы четко выделили специализацию регионов. Мы понимаем, что в первые годы пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития была погоня за количеством. Более 700 проектов. Не все проекты вышли, не все проекты оказались просчитаны. Мы понимаем, что все регионы хотели строить цементные заводы, молочно-товарные фермы. Конечно, отрадно, что в Атравской области есть хорошие показатели сельского хозяйства. Но, тем не менее, надо понимать структуру себестоимости. Специализация – первое, что решает наша карта. Следующее направление представляет собой анализ существующих барьеров. Отметим, что в работе над этим направлением активное участие принимали представители местных исполнительных органов. Кроме того, в фокусе Национальной палаты предпринимателей – драйверы развития экономики в регионах, о которых говорил президент Казахстана в своем послании народу страны. Мы выявили все субъекты среднего и крупного бизнеса. Их более 10 тысяч. И расположены они все в регионах. И на карте видно, в каких отраслях они заняты. Это крайне важно, потому что президент говорил, что у каждого региона должны быть свои драйверы. Ключевые компании уже определены. Надо четко понимать, кто субъект, на кого делать ставку. Это бизнесмены, работающие на рынке последние 20 лет. Уже показали свою работу, свои результаты. На них нужно делать ставки. Из них необходимо выбрать региональных лидеров. Ну и завершающее звено карты развития регионов – разбивка по перспективным бизнес-нишам в региональном разрезе. Стоит отметить, что это карта, которая пока еще проходит окончательное согласование. Но после опубликования документ будет автоматизирован и переведен на английский язык. А самое главное, что карта развития регионов будет доступна для иностранных инвесторов. А значит, станет хорошим подспорьем для привлечения новых вложений из-за рубежа в экономику Казахстана. Египет через полтора года может присоединиться к зоне свободной торговли с Единым Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщают в посольстве Египта в Российской Федерации. Я думаю, это займет полтора года. Это тот период, за который мы должны все подготовить. В ближайшем будущем будет представлен доклад о возможности соглашения, и мы будем его обсуждать и договариваться. Напомним о своей заинтересованности, присоединиться к зоне свободной торговли с участниками ЕАЭ заявляли больше 15 стран. Однако на сегодняшний день действительным партнером пока является только Вьетнам. Договор был подписан в Казахстане в мае этого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в поселке Бурабай. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь на канале. Редактор субтитров А.Семкин